Добрый день, уважаемые коллеги! Позвольте представить свой доклад на тему возможности пункционной криоаблации в лечении рака молочной железы. На сегодняшний день, как нам известно, современные тенденции в лечении рака молочной железы направлены все-таки на органосохраняющую тактику. Соответственно, малоинвазивные вмешательства довольно актуальны, и в мире накоплен уже достаточно опыт применения данных методов, в том числе криоаблации. Уже доказана принципиальная возможность применения криоаблации в лечении рака молочной железы. Есть новое мощное оборудование, а также сформированы ограничения по применению данного метода. Показаниями криоаблации служат верифицированный гистологический и иммуногистологический диагноз при Т1Н0М0, также это возрастные пациенты и тяжелые сопутствующие заболевания, которые увеличивают риск наркоза и оперативного вмешательства. Кроме того, благоприятными факторами служат медленный рост опухоли, а также люминальный тип. Изучая литературу по криоаблации рака молочной железы, мы представили обзор, и в таблице указаны сводные данные разных авторов по данной теме. В МИЦ Петрово также сформировались предпосылки к использованию криоаблации при раке молочной железы, так как есть новое мощное оборудование, а также есть опыт применения в разных клинических ситуациях. Теперь позвольте представить клинический случай. Пациентка 96 лет. Основное заболевание – рак молочной железы Т2НХМХ. С 2017 года проводится гормонотерапия ромозином по настоящее время, прогрессирование, рост опухоли. В 2018 году выполнена маммография, обнаружено образование левой молочной железы, гистологически верифицировано как инвазивный неспецифицированный рак молочной железы G2. Затем через год выполнена ультразвуковая диагностика, выявлена отрицательная динамика и неспецифическая лимфоденопатия слева. При пальпации образование до 3 см болезненное. Так выглядит образование на снимке КТ. Что же в данном случае можно сделать? Можно было бы выполнить стандартное хирургическое вмешательство, но с учетом возраста пациентки 96 лет и сопутствующей патологии принято решение выполнить криоаблацию. Как проводилась манипуляция? Под местной анестезией, под УЗИ-контролем, в опухоль был установлен криозонд 3 мм, зонд был охлажден до минус 200 градусов, но через 1 минуту ледяной шар охватил только 2 трети опухоли. Соответственно, принято решение установить еще 2 криозонда в опухоль. Время экспозиции составило 10 минут, затем включен активный отогрев до плюс 5 градусов, также на 10 минут. И такой цикл охлаждения отогрев был проведен повторно. Затем через 2 часа пациентка была осмотрена и выписана под наблюдение онколога по месту жительства. Через 2 месяца было выполнено контрольное УЗИ. Выявлено образование неправильной формы вертикальной направленности с неровными и нечеткими контурами, неоднородное гипоэхогенное с микрокальцинатами. Вокруг сохранялся отек, это зона крионекроза. Соответственно, была выполнена биопсия из этой зоны, опухолевых клеток не обнаружено. Еще через несколько месяцев было повторено ультразвуковое исследование. И, как видите, зона ранее была 61,30 мм. И на данный момент она уменьшилась до 40 мм. Также неоднородная по структуре с участками кистозной дегенерации и единичными кальцинатами. Была выполнена вакуумная аспирационная биопсия образования под УЗИ навигацией. И при гистологии опухолевых клеток также не было обнаружено. Что мы имеем в результате? Пациентка лечилась амбулаторно. Использовалась местная анестезия. Процедура длилась всего один час. Через два месяца при обследовании опухолевых клеток не было обнаружено. И через 10 месяцев после процедуры при ультразвуковой диагностике выявлена положительная динамика. И также опухолевых клеток не было обнаружено. И данный пример показывает нам, как можно найти более простое решение. Пациентка избавлена от травматичной операции. При этом криоблация позволила остановить местное прогрессирование. Естественно, не решен вопрос с метастазированием. Но это уже тема для изучения иммунных изменений и для подбора комплексной терапии. Теперь скажу немного о внедрении криоблации в России. Для этого, естественно, нужны специалисты. Необходимо создавать мультидисциплинарные команды. Необходимо новое современное мощное оборудование и, естественно, финансирование. Но при всех преимуществах данного метода необходимо не забывать о клинической оправданности применения данной технологии. Все-таки и пациентка должна быть морально настроена именно на эту методику, потому что после приведения криоблации опухоль в молочном железе все равно будет пальпироваться. Возможно, первое время она даже будет больше, чем была. Поэтому пациентка должна быть к этому готова. Спасибо за внимание.